всем добрый вечер уважаемые мои подписчики и все кто зашел ко мне на мой канал я приветствую вас на своем канале желаю вам всем приятного просмотра сегодня у нас новолуние и мы будем гадать будет расклад на вашего любимого как всегда посмотрим я к вам давно не выходила сегодня я зажгла свечку как всегда для гадания вот свечку мы отставим я вам погадаю на цыганских картах сделаю диагностику посмотрим как там ваш любимый поживает загадайте все своего любимого как всегда сейчас я отставлю ее в сторону так чтобы она у нас только освещала я так думаю что вы хорошо все видите да так чтобы не качалась вот эта вот камера так ну что начнем давайте начнем давайте карты я при вас как всегда потусую загадываете желание загадайте вашего любимого назовите его имя сколько ему лет и представьте его визуально давайте посмотрим что сегодня с ним происходит о чем он думает что у него было и что у него будет новолуние ставьте защиту зажигайте свечи чтоб на вас не магичили 36 карт 4 масти скажите все правда всю истину червовой даме мальчики переворачивают на девочек девочки переворачивают на мальчиков загадываем мальчики загадывают девочек девочки загадывают мальчиков я гадаю на молодого человека который к нам сегодня придет я не знаю кто он но посмотрим что сегодня нам подскажут карты и так давайте ваш крестовый король вы будете как всегда у меня червовая дама разлучница ваша будет бубновая дама вот я там ритуальчик делала перед этим раскладом кто не видел посмотрите кому понадобится может быть так ну что он начнем что же у тебя на сердце рассказывай нам и на сердце у него хлопоты что он утаивает под сердцем разговор сразу выходит бубновая масть что же у него в голове о чем он думает ваш король ваш король находится с другом у него идут любовные переживания и душевные болезни то есть в голове у него любовь любовь о которой он всегда думает из-за которой из-за любви и за этой он и страдает всю жизнь вот голове у него любовь но и также вот какой-то король друг его выходит да так вот если камеру наверх поставила вы наверно все хорошо видите вот что у него было давайте посмотрим что было вам ну было как всегда у него сейчас мы посмотрим что у него было ну вот смотрите что у него было у него была его любовь любовь это через слезы у него все какие-то неприятности вот хлопоты были по вашему дому то есть он все таки хлопотал и думал о вашем доме также он какие-то белые бумаги содержит уме о чем-то он думает может быть какие-то договора может быть контракты какие-то вот ну и тут видите все таки у него интерес к вам в его голове о вашем доме и вы думает он все-таки о вашем доме и вас у нас не забыл что же у вас у него на пороге сейчас сегодня гадание очень точное сегодня новолуние девочки исполнение всех ваших желаний что стучится обязательно случится вот вашего короля тут пустые хлопоты по ранней дорожке все как-то все впустую у него проходит вот сейчас посмотрим что же у него будет так вот смотрите что будет ой но тут как всегда интерес к работе и будет бубниха как всегда ваша разлучница что будет вот и так же будет разговор о работе вот так же будет у него интерес и переворачивает он удар то есть как бы как вам сказать ну в общем то он содержит надежду повар ну к вам содержит надежду но все-таки какой-то все-таки хлопоты тут ваши выходят и друзья и интерес ваш выходит ну и также как бы разговор с бубнихой о работе рабочего как бы хочет он работать вот что у него будет разговор с бубновой дамой ну то есть с вашей разлучницей вот так же может быть там присутствовать какая-то еще женщина пожилая вот и он будет с ней тоже разговаривать но это также могут быть также и рабочие моменты так скажем да то есть человек разговаривает с вашей соперницей вот это что будет ну а работе работе вот больше работе вот но тут можно так вам рассказать что тоже по первой линии я вам могу сказать проиграться так может что значит в голове он содержит свою любовь слезы переживания с бубновой дамой а бубновой даме также вам могу сказать что хлопоты у него были по каким-то бумагам разговоры с другом вот и интерес к вам он содержит какой-то удар все впустую на его хлопоты по вот знаете на ваши карты да вот я вам скажу так то есть он да он хлопочет о вас до по ранней дороге но у него через вашу любовь идут ним идет неприятность какая-то интерес к вам он содержит конечно интерес он содержит но все это впустую девочки вся жизнь у него пусто пустой как как всегда магия ой все пустое все черное он находится в мечевых энергиях в мечевых энергиях в крестовом доме крестовый дом это может быть его дом может быть рабочий дом как вахта может быть как казенный дом как больница как полиция да и вот знаете у него какая-то злость на может быть он злость содержит на своего брата или на человека который при погонах в казенном доме в своем доме на него очень злится вот так же хочет к нему поехать пообщаться хочет с ним свидания и очень содержит на него злость внутри его злость и такая злость что он этого человека не любит и ненавидит он с этим человеком как-то связан через денежный интерес я вам скажу по ранней дороге через денежный интерес своем доме и он этого человека не любит и на него очень злится это в данный момент когда вы смотрите этот расклад расклад проигрывается в тот день в тот час в ту минуту когда вы его нашли и наткнулись на него до когда вы его вот увидели посмотрели вот в этот день он проигрывается даже пускай пройдет там много лет вот но вы допустим раз нашли этот расклад значит в этот день он у вас будет до проигрываться вот ну сейчас еще посмотрим с чем же ваш король останется посмотрим с чем ваш король остается по жизни вот так вот получше будет вот смотрите ваша карта и бубновая дама они уходят от него то есть вы и бубниха пока уходите от него до дальше смотрим как-то удары он все как-то это все переворачивает так но друзья друзья от него тоже отлипнут друзья от него отлипнут сейчас будем дальше смотреть так в этом хорошо видите потом я вам покажу все получше ну человек в принципе узнаете белой бумаги удар все от него уходит разговор от него уходит что тут еще сейчас посмотрим дамы со злостью уходит работа уходит от него он в мечевых энергиях он в черных энергиях потому что он находится с дамой которая черная вдова она по жизни она не то что что даже вот черная вдова она сама по себе в черных энергиях вот с кем он находится женщиной она в темных энергиях она ему приносит по жизни болезни она ему приносит по жизни какой-то вот негатив понимаете то есть пока он от нее не уйдет у него будут вот эти вот плохое все у него будет то есть болезнь не будет работы не будет денег пока он от нее не избавиться от этой женщины потому что эта женщина она в темных энергиях она как бы как вам сказать ну я могу вам так сказать подруга дьявола да она продала душу дьяволу и считает что он ей помогает поэтому ваш человек который находится с ней вот на кого мы сегодня гадаем и ему плохо с ней вот там холодная постель там неприятности все время там нехватка денег в общем он остается вот смотрите он остается в крестовом доме с с интересом со своим вот этому королем к благородному королю вот то есть какой то там человек с которым он содержит интерес по крестовому дому а давайте мы посмотрим еще дальше там кстати я сегодня и короткий расклад дела посмотрите что тару ангелов скажут в новолуния посмотрите сегодня тоже делала три четыре пять шесть шесть семь восемь девять десять одиннадцать двенадцать тринадцать четырнадцать пятнадцать шестнадцать ну короче вы так то не увидите конечно вот так если я вам покажу вот так вот так увидите да ну вот я вам могу рассказать то есть он как бы думает о вашем доме хочет свидание получить в вашем доме слезы льет по вашему дому потому что через ваш дом у него бы были деньги а у него и их нет и он хлопочет по денежному интересу вот он хлопочет по он хлопочет по деньгам он хлопочет по семейной так сказать карте он хочет чтобы у него были деньги вот вот через интерес вот через интерес то знаете нечаянный интерес у него конечно есть любовь к бубнихе вот тут же и интерес ее разговор с ней но она не вышла бубновая дама она от него отлипла вот хлопоты разговор и все кончается ударом в его жизни удар черная карта все что будет нажито непосильным трудом как говорится фильме да все будет через удар все закончится ударом все плохо будет и разговор будет туда и дорога и интересы холодная постель с выпивкой и в общем то он вы знаете он хлопочет а бубновой любви вот и все у него это будет закончится плохо и закончится ударом вот то есть не хорошими делами то есть дороги у него закрыты все перекрыто так скажем вот ну а теперь вот так вот мы поставим камеру вот так как было и давайте знаете я хочу сделать пасьянс который называется вы сейчас загадаете будете ли вы с ним называется пасьянс называется пасьянс будете ли вы с ним давайте мы посмотрим будете ли вы с ним называется пасьянс вот давайте смотрите и так что с его стороны а вам не видно так что с его стороны вот тогда будем вот так смотреть вот с его стороны переживания и любовь и какая-то пожилая женщина что с вашей стороны интерес и интерес у вас идет интерес с интересом да вот что с вашей стороны ну вот у вас какое-то свидание какое-то что будет тоже с благородным королем вам это какой-то король благородный как бы хочет с вами к вам какой-то проявить интерес у вас какой-то мужчина вот ну а с его стороны разговор и удар что между вами вот что между вами между вами ваш дом и что в будущем вот через ваш дом он получает слезы он страдает по вашему дому он переживает из-за вашего дома теперь мы выбросим все парные посмотрим с чем он останется так девяток нет семерки есть восьмерок нет тузы убираем с чем он остается вот пасьянс как-то он не вышел а вот я вам могу сказать что между вами как вам сказать между вами какая-то в общем неприятность неприятность разговор тут какая-то женщина вмешивалась в ваши отношения вот из-за этих из-за этой женщины из-за третьего лица у него был разговор с каким-то мужчиной о вашей любви и в общем вам мешает вот эта женщина она делает рассорку на вас вот и наговаривает ему всякую чушь про вас вот что вот это из-за этой женщины вот которая в раскладе у вас не получается любовь и тут значит разговор и переживания с его стороны по какому-то вот человеку который он с ним будет тоже разговаривать это какой-то благородный король вот у него будет разговор переживания о нем вот и будет вам мешать какая-то дама вот такой вот пасьянсик я посмотрела ну это дама может быть может быть и не то что дама может быть она выйдет как рабочий как вам сказать субстанция работа вот может быть тут даже знаете как выходит как субстанция разговор о работе вот с этим человеком с военным и также переживания у него душевные вот так вот я вам расскажу ну а сейчас давайте мы посмотрим что нам скажут высшие силы через карты таро давайте погадаем сегодня я взяла колоду иллюминатов вот она такая прекрасная все раскрывает и сегодня вот в такой день новолуния нам она расскажет ну давайте посмотрим во-первых кто меня смотрит сейчас да давайте посмотрим кто к нам пришел на расклад кто к нам пришел на расклад и посмотрим на кого мы будем гадать кто к нам сегодня пришел на расклад так ну так скажем женщина которая ресурсная которая в общем то смотрите какая она даже слов нет это женщина которая пришла к нам на расклад она ресурсная она ей блага дают высшие силы ее любят так так потому что она умеет и знает как приумножить свою жизнь как заработать деньги вот и очень хорошая карта у нас сегодня пришла вот такая вот женщина пришла на расклад женщина у которой была в жизни неприятность было какая-то какое-то поражение женщину которую обманули обманули во всех планах и в любви и в деньгах и сделали ей предательство вот и знаете знаете эта женщина она в огненных энергиях она вся горит она женщина ресурсная которая как вам сказать любит любит знаете и деньги и власть и знает свое дело понимаете и это женщина она такая вот она может быть ревнивой она может быть горячей страстные женщина которая хорошо выстраивает свою защиту вот и женщина мастер своего дела понимаете женщина которая которая она выстроила свою защиту и она знает как защитить защититься от врагов она знает как себя обезопасить вот вот такая вот женщина к нам сегодня пришла на расклад что еще нам покажут высшие силы кто к нам еще пришел на расклад давайте посмотрим верховная жрица та тайная женщина к нам вышла сегодня к нам на расклад пришла тайная женщина которая держит в своих руках жизнь и живет по закону она умная она красивая тайная женщина нам показывают что она знает все и магию и знает как и что приумножить и как поступить женщина и женщина ищет свой путь по жизни и в душе она одинока в душе она одинока которую любят все но она любит себя женщина которая вспоминает свое детство и любит чтобы ей дарили подарки кто же еще к нам пришел на расклад а женщина которая борется за свои права отстаивает свои права и пройдет свою дорогу невзим невзирая ни на что понимаете она будет добиваться своего и пойдет напролом через все ей не страшно ни вьюги ни метели ни морозы ни вихри эта женщина очень сильная она знает как своей жизни жить она строит свою жизнь сама и никто не помогал ему помогает также к нам пришел мужчина король мечей разрушитель мужчина который хочет оставить все позади и идти своей дорогой этот мужчина мог как бы как вам сказать этот мужчина он может быть и как военный вот и как врач и король мечей он холодный король король мечей он делает так как ему надо понимаете король мечей этот человек который хочет оставить все позади себя плохое идти вперед у него острые мысли он может говорить правду рубить сразу прям с плеча вот он не думает он не думает он сразу говорит понимаете король мечей он человек к нам пришел сегодня на расклад который поглощен своей работой он привык отдавать приказы и командовать людьми для него справедливо то что выгодно ему как я вам и говорила вот что дальше этот человек который держит жезл на сексуальность этот человек очень сексуальный он весь в движении он хочет страсти этот человек идет вперед ни перед чем не останавливается вот такие вот сегодня пришли люди к нам на расклад то есть мечевые короли и дамы ресурсные практичные которые могут быть также тайными женщинами то есть они могут быть и любовницами и женами но могут быть и такими женщинами которые умеют делать и магию которые умеют гадать колдовать делать заговоры приговоры и которые смотрят насквозь и видят человека они пронзают все и они очень красивые они своим взглядом могут зачаровать любого но если эту женщину кто-то обидит тот сгорит и от него останется только пепел и так давайте посмотрим о чем думал сегодня ваш король да ваш король хочет все оставить позади ваш король думал о том что в его жизни все проходит как-то разрушающим у него разрушается все понимаете и у него есть знаете у вашего короля есть стремление к свободе вот о чем он думал о чем он еще сегодня думал ваш король опять повторяется эта же карта этот ваш король на которого вы сегодня гадаете он хочет дарить подарки он хочет быть независимым и хочет думает о том что он любит как в далеком детстве ему что-то не додали и поэтому он хочет быть таким как маленький мальчик который берет и дарит подарки своим женщинам он хочет дарить подарки и подарить вам подарок ну также он горит желанием к вам потому что вы его сексуальная партнерша вы его сексуальная партнерша которая он спит и думает о вас потому что лучше вот еще он думал о том что он он показывает что у него есть жена женщина от которой он никак не может уйти вот он нам о чем рассказывает он он к ней привязан потому что он у него все-таки тройка отношений и он хочет стоит между выбором но он в движении он хочет открыть дороги и приехать к вам и он стоит на выборе но он в движении потому что как бы вот видите он в руках держит пентаклики то есть он хочет стоит на выборе в своей жизни потому что он хочет движения и хочет чтобы у него были денюжки но у него есть женщина которая следит за ним а он ждет конкретный результат конкретный результат когда будет и тогда он двинется вперед что еще нам расскажут высшие силы про него да вы знаете он как-то на выборе на выборе постоянно на выборе вот смотрите одни пентакли у него в голове одни пентакли вот 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 вы знаете у него с этой дамой да он как-то вот как вам сказать вот которую показали нам даму он с ней обменивается чувствами понимаете обменивается тем что как бы здесь идет денежный интерес у него с ней вот она с него требует денюжки чтобы он ей денежки приносил и он ей говорит хорошо но я хочу двинуться вперед чтобы тогда принести тебе деньги тогда я пойду на работу и принесу она с него требует деньги вот нам показывает что этот человек в браке с ней вот вот в браке с ней нам показывают их как-то соединила судьба да у них выходит семейная карта у них выходит семейная карта но эта семья она разрушится эта семья разрушится на высшие силы показали что у них будет башня их семья разрушится потому что здесь идут где идет не любовь здесь идут деньги здесь идет расчет в их них отношениях идет расчет их не отношения разрушится да он выстроил защиту и он хочет уйти от нее он понимает что он без денег вот и у него нет денег он нищеброд по жизни он нищеброд у него из-за денег все отношения всегда разрушаются он говорит и он уйдет от нее потому что он хочет на работу она его не пускает и он сейчас в подвешенном состоянии видите он висит он висит и высшие силы нам показывает он завис он стоит он как бы в жертву себя принес она находится с ней но он от нее выстроил защиту он хочет уйти потому что у него нет с ней понимаете она на него магична она перекрывает ему это женщина и он уже прозревает он это стал стал понимать что она перекрывает ему дороги и финансовый канал и он сейчас призадумался что он хочет уйти от нее потому что все равно он с ней не будет это не его женщина не его судьба вот он же император понимаете император это человек который управляет своей жизнью сам вот он хочет чтоб все было по закону и он боится он по ночам не спит сегодня новолуние он не будет спать это его страхи он в тупике сегодня у него будет очень страшная ночь сегодня он будет выйти на луну и до утра он будет мучиться мучиться до такой степени что заболеет может быть даже приступ у кого-то быть да и он находится в тупике высшие силы нам показали девочки дороги у него закрыты все дороги у него закрыты и на конце колоды он отшельник он одинокий дороги ему высшие силы закрыли женщина ему разрушает та жизнь вот но он с ней порвет он от нее уйдет но сейчас он показывает что он одинокий он отшельник но он деспот он тоже манипулятор он очень манипулирует женщинами вот она по жизни он одинок вот такой вот расклад сегодня у нас получился девочки мальчики мои хорошие вот свечка у нас горит все ровненько все хорошо но на этом я заканчиваю наш расклад я желаю вам здоровья счастья процветания и сегодня такая ночь что ставьте защиту на себя зажигайте свечи если кто не может зажечь свечи прочитайте на ночь отче наш это очень хорошая молитва которая поможет вам избавиться от всех невзгод а для личных раскладов кто хочет лично погадать пишите мне на мой ватсап который я оставляю под каждом видео всего вам доброго удачи вам доброго удачи